В передаче я рассказывала о музее «Дымковское чудо», который находится в столичном центре детского творчества Южно-Портовый. Этот музей – одна из четырех составляющих музейно-образовательного комплекса при центре. В ближайших выпусках программы «Музей России» я расскажу о трех остальных составляющих уникального проекта. Мы побываем в Патриотическом музее «Казачья слава», посетим этнографический музей русского деревенского быта. Ну а сегодня отправимся в Литературный музей сказок народов мира. В него, оказывается, пускают далеко не всех, только тех, кто любит и, главное, знает сказки. Когда к нам приходят здесь, мы сначала с ними знакомимся, мы им рассказываем, что они пришли в страну сказок, мы узнаем у них, знают ли они вообще сказки, и сказок, типа, в каких-нибудь. Ну вот, для этого у нас этот шкафчик и существует. Ну давайте проверим, на вас, знаете ли вы сказки или нет. Ну вот, с чего бы начать. Так, ну убирайте сами какую-нибудь коробочку. Вот эту. А почему выбрали эту коробочку? Вам цвет понравился? Самая верхняя она была. Самая верхняя, но самый простой ответ. Дети тоже обычно берут то, что на глаза попадает с пью ручей. Ну, скажите, пожалуйста, вот по цвету, что она вам напоминает? Может быть, кожу лягушки, царевну? Как я вы догадываю, прям сразу, да? Дети сначала сравнивают цвет, ищут подходящий ответ на этот вопрос, и все склоняются к такому мнению, что это похоже на болото. Кто в болото живет? Вы только что сказали. Лягушка, да. Ну давайте, открывайте, проверим, правильно ли ваша догадка или нет. Ну, смелее. Да. А что вы хотите, чтобы тайна сразу перед вами раскрылась? Давайте дальше. Это еще не все. Давайте смелее, смелее. Не все, конечно. Что вы там увидели? Труп. Нет, это не труп, это кожица лягушки. Эту сказку вы знаете. Да, первый вопрос теста пройден. Хорошо. Ну, давайте с вами продолжим исследование. В этих сундучках, коробочках, ларцах и склянках хранятся сказочные предметы. Пиявки Дуримара, локоны Буратино, хрустальная туфелька Золушки, горошина, которая мешала спать принцессе, яйцо с иглой внутри, в котором смерть Кощея Бессмертного и множество других интересных вещей. А в одной из самых больших коробок собраны билеты в сказку. Платой за вход в музей являются фантики от конфет. Ну, вы меня заинтриговали, я думаю, что теперь пора. Попасть в музей. Ну что ж, я вас приглашаю. Прошу, проходите. Можете открывать глазки. Ого! Вот это музей. Идея пришла не мне, а детям в экспедиции, когда мы увидели первый музей сказки в городе Смоленск. И вот когда мы вернулись в свои пенаты, ребятам очень захотелось, чтобы у них тоже был музей сказки. И мы постепенно, не торопясь, из старой декорации, из старых кукол сначала на куклу смотрели, потом придумывали ей образ, потом этот образ создавали. Ну и так потихонечку родилась вот та экспозиция, которую вы видите. Но задача здесь, самая основная задача, это вернуть детей к чтению. Музей состоит из нескольких разделов. В экспозиции представлены русские сказки, северные и южные, сказки народов Востока и Западной Европы, романтические и фантазийные сказки. В каждом разделе, в свою очередь, содержится бесконечное множество авторских и народных сказок. Ну, начинается путешествие по музею, конечно же, с русских народных сказок. Мы знакомим детей в целом с костюмами, с фольклором, с бытом, с традициями, которые существуют в данной эпохе, в частности, в русской культуре. Вот, когда я встречаю детей, я начинаю их встречать еще там, в нашем тестовом варианте, в образе старца, и я им пою песню. О, светлая, светлая земля русская, и многими красотами земля украшена. Потому что дети, они еще, наверно, многие не знают, что такое русские песни, русский фольклор. И приходит еще знакомство с инструментами. Я у них спрашиваю, а вы знаете, на каком инструменте я играю? Ну, конечно, уже многие балалайку знают, но я спрашиваю еще у них, а какие еще вы знаете инструменты? Ну, они начинают вспоминать баян, я говорю, да, баян, гармошка, гусли, еще есть колесная лира. Вот под гусли раньше былинные сказители, рассказывали всякие былины про русских богатырей, про подвиги богатырей. И все сказки, как правило, сопровождались музыкой. И колыбельные песни, это тоже часть нашего русского фольклора. Жили-были старик со старухой, жили они очень бедно, и настало время, когда у них на дворе не стало ни дров, ни лучины. А кто знает, что такое лучина? Кто знает? Этой палочкой, которую же сжигают? Ах, вы все знаете, ай, молодцы! Молодцы, ну так вот, не стало у них на дворе ни дров, ни лучины. Тут старуха-то и призадумалась, и говорит, эй, старик, ну-ка, бери-ка топор, иди в лес, да дров наруби. Ну, что делать? Старик послушался старуху, взял топор, идет в лес, шел, шел, вдруг увидел одно дерево. Взял топор в руки, заносит его, тюк-тюк по дереву, оттуда птичка выскакивает и говорит, чива-чива-чивачок, чего надо, старичок? О-о-о-о, старик сразу опишел, птичка с ним в человечем голосе-то говорит, она ей говорит, не руби, старик, дерево, что хочешь. Тут-то-то старик и смекнул, птичка-то непростая, волшебная. Ну, она говорит, эх, птичка, вот беда-то у меня случилась, вот обеднели мы совсем, не стало ни дров у нас на дворе, ни лучины. А птичка ему отвечает, это не беда, старик, иди домой, у тебя все будет. Приходит домой, а на дворе дров, целые горы, лучины на пять лет вперед хватит. Ну, что ж, старуха-то и спрашивает у старика, старик, откуда у нас столько добра-то? Ну, не мог он не рассказать о птичке-то, все поведал, как он ее встретил, какими словами она его встретила и что она сделала. А старуха-то смеклеевая была и говорит, эй, старик, а ты посмотри на двор-то наш, домик-то наш совсем покосился, ну-ка ты иди к птичке, и пусть она нам новую избу справит. Сказка об алчной старухе и слабохарактерном старике ничего не напоминает. Вариант Пушкина дети вспомнили сразу. Сходные сюжеты в сказках народов мира не редкость, а вот одинаковых занятий в музее сказок народов мира не бывает. При этом каждое занятие заканчивается обсуждением сказки и анализом поступков ее героев. А еще после занятия в музее ребята получают домашнее задание. Они должны написать собственную сказку. Самые лучшие сказки мы в свои звукозаписи записываем, как радиоспектакль маленький, в исполнении педагогов, и потом кассету с записью этих сказок дарим детям. И они видят уже готовый продукт и понимают, что они такие же авторы, как и взрослые. И, ну, может быть, с рисунками у нас чуть-чуть хуже, а вот с развитием слова очень интересно все связано. Ну, представьте себе, вы написали сказку. Давным-давно жил гномик, и он жил в лесу. И вы спрашиваете, в какой стране, как одет гномик, какая была погода, какое время года, кто у него был в друзьях, чем он любил заниматься, как он проводил свое время. И когда вы задаете дополнительные вопросы, он уже дополняет свою сказку. Прочитав снова, вы можете задать ему вопросы, а как это, откуда ты такое слово взял, а как оно могло бы выглядеть иначе, а что бы ты сюда дополнил. В итоге создается просто шедевр, они пишут. Современные дети разбираются в новинках техники, но при этом мало читают. Они не понимают, чем отличается народная сказка от авторской. Они не знают, почему старинные сказки дошли до наших дней, а, соответственно, не знают и имен собирателей сказок. Педагоги Музея сказок народов мира всю эту информацию доносят до детей в простом и доступном виде. А вы слышите, какая озорная музыка? Она не похожа на звуки балалайки, потому что это совсем другое направление сказок. Это северный вариант сказок, это сказки стилизованные. В данном случае это стилизация северных сказок. Здесь есть известные сказочники. Это Ширгин, Песахов и собирательница сказок северных – это Азаровская. Потому что совсем другой стиль рассказа сказок, потому что совсем другой быт. Это не южное направление, это север. Там вся жизнь идет по-другому, там даже диалект речевой совсем другой. А здесь вы видите озорство, богатство фантазии, потому что где вы видели, чтобы дома летали в облаках. Потому что мир сказок, он удивительный, он может все. А то они и сказки. Большой раздел экспозиции посвящен национальным сказкам стран Азии. Один из самых любимых детьми персонажей – герой узбекских сказок Хаджана Среддин. Человек это веселый, остроумный и находчивый. Он высмеивает людскую глупость и разоблачает пороки общества. Попадает в неожиданные истории и всегда выходит из них победителем. Вообще, мы, когда окунаемся в атмосферу узбекских сказок, мы, конечно, знакомимся с культурой данной страны. Вот, пожалуйста, видите здесь предметы утвари, у нас есть и национальные костюмы, халаты. То есть, когда мы рассказываем сказку непосредственно о Хаджане Среддине, даже вот ребенок, который приходит к нам на занятия, тоже мы одеваем его в халат, и он становится участником происходящей истории. Вот, хочу вас угостить вкусным, ароматным узбекским яблочком. Спасибо. Вообще, удивительный мир сказок, потому что он настолько огромен. И узбекские, и бирманские сказки, и казахские. Это такое огромное разнообразие культур, обычаев, традиций, что одной сказки, конечно, здесь не обойтись. И поэтому каждое занятие мы придумываем какую-то новую сказку для того, чтобы дети изучали не только русскую культуру, а благодаря изучению другой культуры они обогащаются внутренним. И для них это уже определенный эстетический задел. Кстати, ослик Хаджана Среддина и вот этот пес по кличке Бим – любимцы детей. Благодаря участию игрушек-роботов в образовательных программах, сказки и экскурсии воспринимаются детьми и взрослыми очень эмоционально. Вот мы с вами попали в страну романтики. Вот посмотрите, какая обстановка нас окружает. Что она вам напоминает? Морская какая-то. Морская тематика, да. Да, мы с ребятами путешествуем по разным странам, континентам и, в частности, путешествуем под парусами. Под Алыми, наверное. Вы правильно угадали. Я уже вижу. Да, потому что это, наверное, самая романтическая повесть Александра Грина «Алые паруса». Когда мы проводим занятия с детьми, я рассказываю историю капитана Грея о его детстве. И ведь он был увлекающийся натурой, любил всякие приключения, читал очень много книг о пиратах. И вот я детям исполняю одну шуточную пиратную песню, как будто Грей когда-то ее выучил. И он ее исполняет. Бим будет подпевать. Подпевай, подпевай. Пардон, сеньоры и сеньориты, визит внезапный, простите, наш. И очень строго вы не судите, и то сорвется весь абордаж. Ах, мы не рады, что мы пираты, нам трудно людям смотреть в глаза. И мы не знаем, куда стреляем, мешает целиться нам слеза. Во время экскурсий на борту корабля под алыми парусами я побывала и в сказочном образе Ассоль, который ждет своего капитана Грея, и в роли юнги, который учится вязать морские узлы и отбивать сглянки. Также и юные посетители музея не только изучают здесь детскую литературу, но и приобретают полезные навыки. Ну что ж, я вам предлагаю сменить маршрут. Мы в Индию мы в следующий раз попадем. А сегодня? А сегодня мы попадем в страну Зазеркалья, в страну чудес. Алиса ждет нас. Пока я вам пел песню, а за нами наблюдали. Вы даже не подозреваете, кто? И кто же? Так, посмотрите сюда, видите, две точки. Это глаза одного удивительного существа, который живет в стране Зазеркалья. Я вас приглашаю посетить страну Зазеркалья. А встретит вас знаменитый чеширский кот со своей знаменитой улыбкой. Прошу, только не заблудить, я вас буду ждать. Хорошо, до встречи. Таинственная страна Зазеркалья и борт корабля под алыми парусами сменяют друг друга в музейном зале в зависимости от тем занятия. Эти две части одной экспозиции сделаны по принципу театральных декораций. Между прочим, во время любого занятия открыта лишь одна музейная экспозиция, соответствующая теме сказки. А все остальные скрыты от любопытных детских глаз под плотными шторами, по принципу театральных кулис. Кстати, оформлением музея занимался настоящий театральный художник. Экспозиция «Японские сказки» оформлена в виде чайного дома. Хозяйка этого дома – японская кукла, которой более ста лет. Зовут ее Атикадзука. Это сказочная героиня со сложной судьбой. Этой девушке однажды надели чашу на голову, и эта чаша не снималась, сколько бы усилий прилагали. И только настоящая искренняя любовь, не зависящая от того, красивый человек внешне. Самое главное, что он был красив изнутри. И вот когда ее полюбил настоящий принц за ее внутренние душевные качества, тогда эта чаша раскололась, и она пристала перед принцем во всей своей красе. Похожа на оленький цветочек. Ну, все сказки, они все похожи по своему сюжету, но они по-разному интерпретируются. Потому что в каждой национальности, в каждой стране свои традиции, свой быт и своя культура. Поэтому, конечно, сюжет, все люди одинаковые, и все истории, они в принципе похожи друг на друга, только они пересказываются по-разному. Кстати, основные сюжеты японских сказок очень нетипичны для нашей культуры. Странными и неожиданными нам, европейцам, кажутся и любимые японские сказочные персонажи – оборотни. А теперь я вас приглашаю в Западную Европу. В Западную. Да, это замковая архитектура, потому что, когда мы детям рассказываем о сказках Западной Европы, обязательно знакомим их не только со сказками, а знакомим их с культурой, с архитектурой, с костюмами, с обычаями. И стараемся еще сделать так, чтобы это погружение было полным. То есть музыка, рыцарский костюм у нас есть, мы можем предложить. Есть костюм на принцессу. Пожалуйста. Кстати говоря, вы великанов не боитесь? Никогда их не встречала. Хотите увидеть? Хочу. Может, даже, может, не самого великана, а хотя бы его такую интересную шапочку, ее которому он примерил. Давайте посмотрим. А давайте откроем эту тайную дверцу, сначала повернем ключик в замочки. Нет, я предлагаю вам, что-то я все-то сам делаю. Да. Три оборота, как минимум. Как во всех сказках. Да. Магическое число три. Ну что ж, не боитесь? Нет. Великан, это же, ого, какой огромный человек. Знакомство с великаном так и не состоялось. Видимо, он очень давно не появлялся в Музее сказок народов мира, поскольку обещанные предметы его гардероба, шапка и носки, были покрыты паутиной. Впечатлили и их размеры. Сотрудники музея стараются пробудить в детях интерес к необычным персонажам, а значит, и к чтению литературы. Раньше, ну, до начала 19 века сказка являлась неразвлекательной функцией, то есть это была образовательная функция. И в большинстве своем сказки рассказывали для взрослых. Ну, можете ли себе представить, я примерно так грубо приведу пример. У меня бригада строителей строит дом, и я им буду платить по три рубля. А вот сказочника я возьму, баишника, который им будет по вечерам рассказывать после работы сказки, баить, ему я буду платить рублёв девять или шесть. То есть вот так ценился искусство сказочника. Всё изменилось, когда стали появляться уже в 19 веке особенно обильно авторские сказки. Сразу всё изменилось, потому что народные сказки не всегда можно было детям рассказывать. Там и жестокость, и всякие просторечия. И вот эти адаптированные сказки стали читать детям, и все решили, что сказки, они только для детей. Но это не так. Мы с вами были в Западной Европе только в Средневековье, а я вам предлагаю уже переместиться к более близкому времени. В 18-19 век. Время балов, развлечений. Время балов, развлечений. Давайте с вами станцуем минуэт. Нет. А это очень просто. Так вот делаем. Ножку раз. Не надо. Два шага, ножку раз, два шага. И вот, пожалуйста, вот мы с вами. Очень красиво у вас получается. Как будто ты уже танцами занимались. Да уж. Но самое главное, вы вошли с танцем, да? Когда дети изучают заданную тему, которую мы им предлагаем, мы стараемся тоже их обучить элементам, допустим, мазурки, аминуэта. Потому что погружение в ту эпоху, о которой мы говорим, это очень важный элемент. Тогда осанка меняется, меняется отношение к присутствующим дамам. Потому что это этикет придворный, он обязывает вести себя подобающей этикету. Но западноевропейские сказки, здесь вот представлены нам уже 18-19 век, это сказки Андерсона, братьев Гримм, Шарли Перро, вот известный вам Золушка, вот мы только что побывали с вами на балу у Золушки. Везде главенствует любовь и вера в чудеса, потому что все сказки оканчиваются добром. Всегда любовь присутствует при этом, и принц находит свою принцессу, принцесса находит своего принца, так же, как Ассоль своего Грея. И мы всегда говорим, когда заканчиваем занятия ребятам, что очень важно, чтобы вы нашли свою Ассоль, а вы свою Грея. И самое главное, верьте в мечту, потому что только вера в мечту сподвигнет вас на чудеса и на изучение чего-то нового, и тогда жизнь станет интересной. И для этого у нас и существует наш музей сказок, чтобы дети постигали мир во всех его красках, во всех его проявлениях. Кстати, эту экспозицию сотрудники музея переделывали целых семь раз, и каждый вариант оказывался не похож на предыдущие. Последняя версия экспозиции музея сказок народов мира начала работать в этом году, и у нее уже появилась масса поклонников среди детей и взрослых. Я в их числе.